Всем привет! Меня зовут Антон Пельчер, я инженер и занимаюсь строительством вырубоводных ферм более 10 лет. Сегодня мы поговорим с вами о том, какую ферму можно построить, имея на руках определенную фиксированную сумму. Я выбрал на сегодня 10 миллионов рублей. Почему не миллион, почему не сто? Поясню. На мой взгляд, это минимальные инвестиции, которые обеспечат для вас строительство нормального бизнеса. То есть, все, что меньше, это условно маленькая домашняя установка, поиграться, все, что выше, это уже ближе к промышленной ферме. Поэтому для того, чтобы мы с вами, с одной стороны, не замакивались на какие-то недостижимые горизонты, с другой стороны, это все-таки был бизнес, а не игрушка, я выбрал именно эту сумму. Обязательно смотрите этот ролик до конца, потому что сегодня мы с вами разберемся в том, что и как можно построить на эти средства, что можно с этого зарабатывать, какое оборудование необходимо подобрать и какое помещение потребуется. В общем и целом, мы пройдемся по всем основным нюансам рыбоводной фермы, которую можно построить на 10 миллионов рублей. Итак, поехали. Ну и начнем с вами с выбора вида рыб. То есть, для того, чтобы понять, какое оборудование поставить, нам необходимо понять, а что за рыбу мы хотим выращивать. Ну, в целом, в России и СНГ из основных видов рыб по-прежнему три основных. Это осетровая, форель, африканский сом. Я бы предложил, если бы я инвестировал эту сумму, я бы предложил осетровых. Объясню почему. Потому что, с одной стороны, у этой рыбы есть существующий сбыт, пусть и не очень большой, и хорошая маржинальность. Она понятная, простая в выращивании. Форель при этом, она менее маржинальна, то есть, ее нужно выращивать в больших объемах. Африканский сом, у него очень специфический сбыт, и я бы тоже не стал выращивать его в маленьких объемах, потому что могут быть трудности. Его нужно на глубокую переработку, оптовые поставки, ну и так далее. Поэтому, давайте возьмем осетра, так как, на мой взгляд, это самый верный вариант для такого объема инвестиций. Кстати, кому интересно узнать больше про осетровых, про их плюсы и минусы, про то вообще, как они выращиваются, переходите по ссылке ниже, смотрите мой отдельный ролик на эту тему. Сейчас мы не будем заострять внимание. Поговорим с вами об оборудовании. Если вы хотите собрать установку своими руками из недорогого оборудования, самостоятельно все купить, собрать, смонтировать, вы, в принципе, можете в эту сумму уложить большие объемы. Но сегодня мы поговорим о том, какое оборудование я произвожу и моя команда, так как все цифры, они понятны, все цифры известны, и вы получаете при этом гарантированный результат. В рамках 10 миллионов рублей можно, в принципе, поставить себе установку производительностью на 10 тонн осетровых в год с оборудованием, с монтажом, ну, в принципе, под ключ. Поэтому давайте пока исходить из этих цифр, и мы их разберем и раскроем детально. Основные параметры установки. Ну, такая установка занимает порядка 300 квадратных метров. Если вы хотите добавить туда еще подсобные помещения и какой-то запас, будет 350-400 квадратов. Это то, что необходимо вам в плане помещения. Эта установка, к ней необходимо подвести электроэнергию около 10 киловатт, и водоснабжение, будь то скважин или центральный водопровод, 1 кубический метр в час. С такими ресурсами установка будет полноценно хорошо работать. В этой установке можно вырастить до 10 тонн товарного осетра в год, при условии потокового выращивания и зарыбления как минимум каждые 6 месяцев. Под эту установку необходимо здание. В этом ролике я предполагаю, что у вас уже есть готовое помещение площадью 350-400 квадратных метров. Потому что если его нет, то это дополнительные инвестиции, которые вам потребуется туда вложить. Так как мы исходим из максимального объема выращивания с минимальными деньгами, то пока мы это помещение не берем в основной расчет. Кстати, по ссылке ниже вы можете найти ролик о том, как подобрать помещение под рыбоводную ферму УЗВей. То есть если вам необходимо определиться с тем, какое здание выбрать, какие требования к нему нужны, переходите по всплывающей ссылке или ссылке ниже, и вы перейдете прямо на тот самый ролик. Итак, у нас с вами есть оборудование, которое мы умещаем в 10 миллионов, это на 10 тонн товарного осетра в год. И мы за скобки с вами выносим здание, потому что по умолчанию в принципе оно должно быть, но если его нет, придется вкладывать в это дополнительные средства. Важно понимать, что вложение в оборудование это не единственные инвестиции, которые вам потребуется понести. Да, если у вас здание готово, это единственные капитальные затраты, но вам необходимо также предусмотреть наличие оборотных средств как минимум на первые полгода. Зачем? Чтобы покупать корма, малька, оплачивать зарплаты, электроэнергию, отопление, ну и так далее. То есть до того, как вы получите первую выращенную рыбу, вам необходимо в эту рыбу вложить деньги. Поэтому я бы закладывал минимум на полгода, максимум на год. Сколько это в абсолюте? Ну давайте представим, что у нас себестоимость товарной рыбы 350 рублей за килограмм. 350 рублей за килограмм умножаем на 10 тонн, это 3,5 миллиона. Вот я бы для упрощения расчетов брал ровно половину от этого, миллион 750, но берем с округлением 2 миллиона. Вам необходимо иметь в кармане дополнительно на то, чтобы вывести ферму на нормальные продажи. А желательно все 3,5. Теперь давайте посмотрим, какую мы экономику с вами можем получить на этой рыбоводной ферме. Поговорим о себестоимости. Если сложить корма, посадочный материал, электроэнергию, отопление, персонал, расходники, то у нас получается примерно 350 рублей на килограмм, это себестоимость продукции. При условии, что 10-тонная ферма это фермерский формат, то есть вы работаете на ней самостоятельно, ну и ваши родственники. То есть вы не нанимаете полноценный персонал, потому что затраты на персонал отсюда исключены. 350 рублей на 10 тонн, 3,5 миллиона, это ежегодная себестоимость, то есть это оборотные средства, ваши затраты, которые необходимо понести. Почитаем продажи. Так как у вас ферма маленькая, я рекомендую продавать в розницу. Для опта это слишком маленькие объемы, да и оптовики дают не очень интересные цены. Поэтому 10 тонн я бы продавал в идеале в розницу. Средняя розничная стоимость килограмма живого осетра порядка 900 рублей за килограмм. Мы умножаем 900 на 10 тонн, получаем 9 миллионов рублей. Вычитаем из 9,3,5, получаем с вами 5,5 миллионов рублей. То есть это та ежегодная прибыль, на которую вы можете рассчитывать. Ну давайте отбросим оттуда еще 500 тысяч и возьмем 5 миллионов рублей, в год вы зарабатываете. Наверное, нетрудно будет посчитать окупаемость. 10 миллионов вложили при условии наличия помещения, 5 миллионов в год чистая прибыль. Соответственно, с момента начала выращивания установка отобьет себя за 2 года. Но очень важно понимать, что какое-то время вы потратите на то, чтобы ферму оснастить оборудованием, запустить ее, запустить биофильтр, зарыбить, подождать пока малек вырастет. Но желательно не ждать малька, а сажать уже более крупную рыбу. Поэтому на все про все я бы брал еще 8-10 месяцев. Ну по максимуму год, но это слишком много. Поэтому дополнительно к 2 годам закладывайте еще год на то, чтобы ферму оснастить и дорастить рыбу до первой товарной навески, чтобы у вас дальше пошло потоковое выращивание и продажа. Ну собственно вот, 3 года окупаемости это то, что можно получить от этой фермы. Сегодня я намеренно не стал погружаться в детали по себестоимости, по оборудованию, по зданию, потому что все это вы и так можете посмотреть в моих роликах. Я не стал растягивать ролик и делать его большим. Поэтому если вам интересно, смотрите это на моем канале. В качестве бонуса я вам прилагаю оборудование и финансовую модель, ту, о которой я сказал, на 10 тонн товарной рыбы в год при выращивании осетровых. Скачивайте, получайте удовольствие. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Антон Пельчер и мой канал о том, как выращивать рыбу и зарабатывать на там хорошие деньги. Пока!